Поехали? Поехали. Доброе утро, Бокертов. Девятое ава. Сегодня вечером начинаем, да? Начинаем. И нам надо подготовиться к этому хорошо. Ну, даже если мы кое-что упустим, то на следующий год восстановим. Но! Возможно и так, что этого не придется делать. Правда, наверное, поздновато. Машея, если уже не пришел сегодня к вечеру, то только после 9 августа. Но должен прийти. Храм. Разрушение храма. Начнем вот с чего, господа. Ну, немножко вспомним вчерашний урок. Мы вчера говорили, что молитва, то, что Маше Рабейн, у нас недельная глава «Ваид Ханан». Молитва – это хинам, это подарок. 515 молитв Маше Рабейн отправил Всевышнего. Всевышний запретил молиться ему. И мудрецы насчитывали, что это было 515 молитв. Последнее – это было именно ханан, или подарок бесплатно. И мы сказали, что последнее, десятая молитва, настоящая молитва, остальное – все было подготовка. Все, что мы просим, просим, просим у Всевышнего для нас, на самом деле, то ли мы умоляем о чем-то, то ли что еще делаем. Всего-навсего лишь подготовка, чтобы прийти ко Всевышнему к десятому виду молитвы. И эту молитву мы произносим совершенно, как все остальные, шепотом. Называется это молитва шепотом. Называем мы это «белахаш» или «шманаесры». Так ведь, да, называем? Почему же мы читаем ее шепотом? Вы знали до сих пор? Да. Маму, что мы это так делали? Хана. Хана. И что, и почему же она так делала? То, что она делала, и почему? Из самого глубина сердца. Из глубины сердца. Так, что у вас там было? Что они слышали? Чтобы не мешать другим. Правильно, это тоже, да. Это уже одно на другое наталкивается. Если я сейчас хочу из глубины своего сердца что-то сказать, то любой шум извне мне страшно мешает. И поэтому к нам обращаются мудрецы. Пожалуйста, во время шманаесры не делать звуков. Поэтому мы почитаем про себя. И это то, что нам известно. Еще раз стоит добавить только, что почему все-таки шепотом. Потому что это последний уровень молитвы, когда отпадают все наши просьбы. Все наши просьбы. До этого было всего-навсего повод прийти и стать перед Всевышним. А в момент, когда мы стоим перед Ним, нам ничего не остается, как только что. Вчера мы сказали, соединить со Всевышним свои желания. У Всевышнего есть желания. И я должен настроиться и понять, что хочет Всевышний. И чтобы мои желания совпадали с Его. И когда это произойдет, то, собственно, все хорошо. И тогда все хорошо. Когда я делаю волю Всевышнего, то получается, что мы на пару с Ним строим тот самый мир, о котором нам было заповедовано в Береши. Так ведь, да? Был? Было. И Божий упас. Скажем так, ну а если человек рассеян. И по рассеянности он делает не то, что хочет Всевышний. То что же происходит? Правда. Не стесняйтесь этих слов. Катастрофа. Ну не такая глобальная сразу, что вот как сейчас принято много говорить о потеплении и всех других вещах. А когда человек выполняет волю Всевышнего, то этим он восполняет что-то на небесах. Небеса приобретают силы. И в мир приходит благо с небес. И Боже упаси, когда человек делает что-то против воли Всевышнего, это ослабляет на небесах что-то. И с небес не приходит в мир благо. Вот и все. Простая та самая лестница, которую видел Яков, наш праотец, когда шел Лавану и уснул, и видел лестницу, поднимается ангел, спускается. И говорят, все это было Юрушалайм. Наш сегодня разговор об этом. Итак, я открываю вам, как уж мы сказали, молитву Шмонайзера, то, что называется, шепотом мы говорим, лахаш, да? И читаем здесь мы с вами о Юрусалиме. Тем более, что именно завтра мы будем в этом месте сосредотачиваться, да? И говорить от всего сердца, что Всевышний пришло время построить Юрусалим. А теперь, чтобы это все было от всего сердца, как вы сказали, из глубины сердца, да? Молитва из глубины сердца. Давайте все-таки, чтобы это не было просто у нас красивой метафорой. Повесили на стенке молиться. В синагоге, в приходе на стенке плакат. Вот такой плакат. Два арши написано. Товарищ еврей, молись от всего сердца. Ротфронт. Враг не пройдет. И стоит еврей, думает, ну как это, да? Мы с вами, когда Шма Айсраэль учили, немножко поговорили о том, что надо держать в голове, когда мы говорим Шма Айсраэль. Говорим. Теперь поговорим, что же нам все-таки представлять надо от всего сердца, когда мы молимся, да? Ну, наверное, уж коль начнем, так начнем с самого благословения. Мы не будем все благословения говорить Шма Айсраэль. А среди этих благословений есть известное, называется оно «В Иерусалиме реха бархамин ташу, витежком петуха кашер дебарта, увне ота бекарау бе амену, биньян олам, вихеса давит мегара литаха тахин, бархаташем, вуне Иерусалая». Еще раз. А! Красивое, да? Скажем по-русски. Иерусалим, город твой, по милосердию своему возвратись и обитай в нем, как обещал ты. И возроди Иерусалим в скором времени, в наши дни, навечно. И престол Давида поскорее в нем утверди, благословенный Всевышний, строитель Иерусалима. Только что недавно мы о этом сказали в Шахаре, да? И начнем теперь всматриваться в это и вокруг всего это построим наше рассуждение, чтобы наш призыв молиться от всего сердца не был просто призывом, а правда имел под собой какой-то золотой запас. С чего начнем, господа? Мы сказали, да, вчера и сегодня напомнили, что когда я прихожу на молитву, я последний, десятый уровень молитвы, это я оставляю все свои требования. Это лишь был повод прийти к Всевышнему на встречу. Когда я стою перед ним по-настоящему, все мои проблемы исчезают и приобретает только одна вещь – я и он. И что он от меня хочет, и я должен сосредоточиться и выполнять то, что хочет он. И тогда в мир приходит шеф. Все другие попытки, только катастрофа, как вы сказали, справедливая, не при нас будет сказано. Итак, начнем. Как всегда у вас, у евреев, все начинается со странностей, так ведь? Куда ни кинь, всюду клинь! Любую вещь возьми, и этак, и так скажешь. Как ни подойдите, все сразу у вас, что-то какая-то проблема. И вот такое хорошее благословение Юршалай, Миреха, Бархамин, Ташуф. Такое красивое. И вдруг мы спрашиваем, а что-то странное в Юршалае. В Юршалае. Мудрецы, сами составляя нам этот текст, уже составляя, сделали в таком виде. И по-русски точно так. И в Юрусалим город свой помолить, и в свое возвратить. Союз, соединительный союз. И? Правда? И? Соединительный союз. Так это, да? По-молдавски тоже говорят? И в украинске, как это говорят? Как в украинский? И? Вы? Обратно, как это в украинске, интересно. Что соединяет здесь? И. Соединительный союз И. Я и мой брат пошли в музей. Да? Я и мой брат, да? Вы сразу ищите, что с чем? Я спрашиваю, что все поняли, что перед нами соединительный союз И. На иврите называется В. ВАВ. Буквально ВАВ, что интересно, на святом языке, сфотокладываешь, все буквы напоминают собой, и то, что обозначают. ВАВ это еще и крючок. И спрошу, делай здесь ВАВ на стенке. Крючок повесить в шляпу. ВАВ называется. И буква называется ВАВ. Вот это вот так и так. Крючок, да? Крючок. Переверните, будет крючок. Хоть рыбу ловить, хоть фляпу вешать. Поэтому, если крючок, то он соединяет. Да? Крючки соединяют. Помните? Вот здесь. Сейчас полгетцебридумы. Раньше были крючки. Соединяют. Понимаете? Это соединяющий союз. Что с чем соединяет? Если это благословение с чем-то соединено тоже. Вы скажете, ну да, наверное, с предыдущим благословением, да? Почитаем предыдущее благословение, да? И там что? И над праведниками, и над благословением, одну минутку, и над благочестивыми, по-русски вот такая страшная проблема читать, и над старейшинами, кто уцелел, и над принявшими евреев, и над нами самими, смилуйся Всевышний, и вознагради доброе всех, кто искренне домогается и на имя твое, что-то прям сразу славянское звучит, и свяжись с ними навеки нашу судьбу, и не покроешься мы позором, потому что на тебя мы полагаемся, и все. То есть мы просим Всевышнего, чтобы он нас защищал, и после этого говорим, и Ярушалая. Какая-то логическая связь должна будет быть, но здесь нет. Почему здесь идубое? Почему тогда эти действия столько связывают, что все остальные тоже сделают? И это, и Машехов пошли, и здоровые пошли, и чтобы вернулись нам и наши правосудия. Только в Ярушалае стоит Соединительный Союз, и никак не соединяющий это благословение с предыдущим, нежели все они все равно соединены уже давно своим подтекстом. Поэтому вопрос остается, и мудрецы сделал так, в таком виде это благословение, здесь спрятали что-то, нам очень важное. И поэтому слово союз В или И, соединительный, здесь не связывает благословение с предыдущим. В этом благословение сказано, что и Иерусалим построен. Построен Иерусалим. А что еще строили? Что-то строится еще. Но нам пока спасибо за это. Понятно. Человек строится. Сейчас погода. Днепрогэс, Каховская Гэс, Лявдуль. Все построено. Новый мир. Баруха Таадунай, Легейну, Мелуха, Иламша, Абколь, Егерок. Человек, сидящий в комнате, никто его не видит, пьет чай без благословения. Что произойдет в мире? Не строится. Это катастрофа. Разрушение. Да. Разрушение. Не делая вольности выше. Поэтому, это образование. Дальше, господа. Итак, договорились или вернемся снова? Это союз и... Разрешается два храма. Верно. Мудрецы придумывают благословление. Правильно. А мы говорим, что третий храм придет с неба. А вы сейчас сказали, что когда мы делаем благословление, это наверху работает. Значит ли что-то... О! Правильно. Вы держите, что называется, по ведру корабль. Правильно. Вы уже почувствовали, что намекается здесь что-то на двоякость. То есть, и... Это и связывает с чем-то. И это тоже построит. И Иерусалим это тоже построит. И этот. А я спрашиваю, а какой еще? Как вы спрашиваете? Привешенно верно. В нашем благословении, мы говорим, Севышний не забудь у нас здесь построить. То, что там ты строишь, я знаю. А вот в этом тоже не забудь. Поэтому, когда мы это благословение говорим, я имею в виду, прежде всего, чтобы мы брали Севышнего, чтобы он тоже и этот город внизу не забыл построить. Ну, а и какое доказательство, господа, уж коль мы коснулись сегодня святого языка, из языка, что Иерусалим это город двойной. Да? Двойной город. И вверху, и внизу. Кто-то уже учит иврит, хорошо знаю, да? Как выражается на иврите двойственное число? Допустим, уши. О, знаем. И шкафаем. И шкафаем. Айнаем. Айнаем. Вот это им в конце. А пока что? Двойной, двойственность, да? Им. Им двойственность. Рошаем. Две головы не бывает. Слышал урок я тарал. Разумлю, как раз я пытаюсь на его остановиться рассказать, то он говорит, да, не бывает две головы. Дай Бог, чтобы одна хотела была. Это его, это его такой веселый им. То есть там, где есть двойственность, мы говорим сюда в конце им. Что такое? Иерушалаим. А, два. Значит, у нас есть два города. А Ир, что такое Иерушалаим? Ир. Город. Иерушала. Два города. Есть два города. То, что у нас есть всякие объяснения, что это Ишалем, это, конечно, тоже пойдет. Но у нас есть два города. В самом условии Иерушалаим намек на два города. Ир, два города есть, господа. Один вверху, другой внизу. Все. И об этом мы знаем. Мы даже более того, мы знаем, что третий храм опустится с неба. Да? Никакого сомнения в этом нет. Только расходимся мы в версиях. Одни предлагают, что это просто чисто назрительно. То, что мы сейчас об этом будем дальше рассуждать. А часть нашего народа, который предпочитает не мудрствовать. Просто так. Вот среди ночи. Бах! Уходим, стоит. Тоже нормально. Совершенно верно. Здесь совершенно они не противоречат. То есть, действительно, это может такой бах и стоит тебе храм. Готовый. Который уже, конечно, был приготовлен на небесах. И только осталось его сюда спустить. Ну, разумеется, что это самый спуск. Это не случайное что-то. А результат каких-то усилий. Как просто, да? Но главное, он уже готов. Главное, только нам некое усилие принести. И результатом тому будет вот это бум! И стоит храм. Или же можно, как кто, мы сейчас попытаемся дальше продвигаться, разобрать все-таки, какой уже механизм здесь есть. Итак, Иерусалим это двойной город. Им это двойственное число. Близнецы и братья как ножницы по-русски, да? Ножницы. Миспара им. Не знаю, как это? Да, это тоже их не мог. Отсоедини одну, это уже не ножницы. Это такой степени, что геморрар рассуждает, вы знаете, что сосуды принимают нечистоту, да? Вот если лежит просто кирпич, он не принимает нечистоты. А если это стакан принимает, то есть, я этот кирпич чистый, я могу сидеть, есть с него ничего. А вот если стакан попал в комнату, где нечистота, я должен стакан опустить мику, потому что называется сосуд. Его сделали руками, у него есть форма и все, что нужно, чтобы функционировать. Так ведь? Вот. Понятно? До такой степени, когда геморрар разбирает, а есть вот такие ножницы садовые, их они разъединяются. Как вы их разъединили, им нельзя работать, тогда они не принимают нечистоты. Соединили, принимают. То есть, они считаются только тогда сосудом, когда соединены вместе. Когда я соединяю вместе, получается миспара им. Все. Работает такая вещь. А отдельность это не с ничто. Где-то так точно, в лиалтель, конечно, и у нас город Ярушалай. То, что называемый на по-русски Иерусалим, Лим, что-то сохранилось, да? Лим. Но у пророка, у Щияла, не дописано, что Юд, нет, у Юд. У всех пророков, рассказывающих о разрушении храма, Ярушалам. Это еще стоит разобраться. Наверное, уж мы об этом поговорим после 9-го Ава, что у всех пророков, говорящих о предсказывающих разрушении храма, Юд отсутствует. То есть, просто Ярушалем как написано. Откройте Ярмияу, Щияла, написано Ярушалем, Ярушалем. Вот автора, которую мы с вами читали, Шаббат Хазон, считай, Щияла, это был, назывался, это Хазон, Щияла, написано Ярушалем, без Юд. То есть, пророк, когда предсказывает нам печальные события, ведущие, опускает эту букву, почему еще развернемся как-нибудь, а пока вот. Шаббат, мы упомянули сейчас, последний был перед нами, называется, Хазон был. Следующий, который перед нами, Нахаму, называется, Нахаму. Шаббат, который будет после 9 авгу, начинается, почему? До, три недели до этого, мы читали автород, о предсказывающем разрушении храма, после этого у нас будет семь автород, которые будут, называются Нахаму. Нахаму, это успокоить, успокоение, успокоение. Если у кого-то что-то случилось, надо прийти, сделали Нахаму, объяснить ему, Ленахам, знаете, да, Ленахам, если не про нас будет сказано, где-то кто-то умер, то есть митцва, пойти в тот дом, Ленахам, это тот, кто сидит в трауре, то есть, как сказать по-русски, навестить, нет, можно и больного навестить, Ленахам, да, успокоить, как, утешить, утешение, вот, да, это хорошо, утешить, да, поэтому у нас будет шаббат, ведущий, Нахаму, именно по вторегии, мы читаем, Нахаму, Нахаму, и там будет два раза написано, Нахаму, 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 почему два раза, по той же причине, такой, что когда Иеремиягу будет писать о разрушении храма первого, еще до разрушения храма, он пишет, что, я бы там нею, бахим, бахим, плачь двойной, спрашивают, да, и плачет, в ночи кто-то, двойным плачет, двойной плачет, бахим, да, множество число, бахим, и мудрецы говорят, а почему два, во множественном числе, теперь вы знаете, есть множественное число, какое самое маленькое множественное число, два, но уже двойственное, или им, да, на иврите, да, или просто множественное, бахот, бахот, не бахаим, а бахот, почему два плача, почему два плача, совершенно верно, каким правом, первый разрушенный, нет, еще первый не разрушен, Ещё первый, Иеремия его пишет, о первом храме ещё который не разрушен, а вот у него написано два плача, и ко мне говорят, да, имеется в виду первый и второй храм, а ещё первый не разрушен, как может быть сразу? Можно сказать, что пророк знает, что будет далее, но по простому почтению, что за два плача в ночи? По двум храмам, не в линейке, в нашей линейке, а линейка вот такая, что называется вертикаль. Это горизонтальный план, у нас есть два храма, а ещё есть вертикаль, где тоже есть два храма. Имеется, оплакиваем мы и верхний, и нижний храм. Мы должны их оплакивать. Почему? Потому что сейчас мы будем далее, почему оплакивать? Или нас успокаивает Всевышний за два храма, и верхний, и нижний. Он говорит, что ребята, что такое утешить? Ну, наказали ребёнка, поставили в угол, да? Так ведь? Стояли в угол хоть раз? А после этого с вами что родители делали? Ещё раз? Ещё раз? Как вы выжили после такого воспитания? Меня папа за царь брал после этого за руку. Мы выходили в осеннюю аллею липовую и шли долго по направлению к реке, и по дороге говорили о жизни. И я иногда даже ждал этого наказания, что после этого следовала вот такая прогулка с папой по направлению к реке. Стоило, да? Я знал. Однажды я по глупости забросил в трубу дымовую кружку, хотел узнать, проскочит или не проскочит. Она не проскочила. Дедушка затопил печку, и когда папа вернулся с работы, сказал, я знаю, чья это работа, надо воспитать молодого человека. И после часа воспитания в углу мы отправились в осенний лес рассуждать о том, как быть человеком. Бывает, правда ведь? Похоже? Было? Обязательно. Но не ваш вариант. После вашего варианта точно это. Карабас-барабаса можно превратиться. Вы что? Так точно, господа, ли Авдерси и Вышнин делает нам. Храм разрушен. И описаны страшные слова, господа. И будет, как с домом Гамора страшнее. Да? А риблине так и сделали. Разрушили, посыпали, распахали, посыпали солью. Имя другое дали этому месту. Да? Чтобы памяти не осталось Божьей упаси. Чтобы даже никто и сказано, и придут люди сюда и скажут, что тут произошло. Что сделал этот народ, что Всевышний их так покарал. Чтобы представить это пророчество, пойдите сейчас на эту жару, в Негев и пройдитесь по безлюдной местности, где обожженные камни. Вот это описание. То, что так оно и было, когда сделали это римляне. А когда Рамбам приезжает сюда лет так с лишним назад, приезжает сюда Рамбам, и он удивляется. Он удивлен. Он страшно удивлен. Он думал, что приедет и увидит здесь то, что мы описали. Но вместо этого он видит город Хайфа. Стоят дома, пальмы, цветет инжир, растет не знаю что, лошади, упряжки, пашня. Правда, все это арабы. И там немножко где-то есть евреи. И поражен, а Рамбам поражен. А как же с пророчеством быть? И сказано, что здесь должна быть выжженная земля. Он поднимает за Иерусалим. И здесь точно так же. Правда, все арабское. Но стоят пальмы, цветут сады, ослы кричат, перевозки что-то делают, жизнь кипит. Вяло, не Париж, но кипит. Леал в деле опять же, да? И Рамбам это страшно удивляет. Так удивляет, что он обязан себе объяснить это. И он объясняет это. И его объяснение, я вам перескажу, в реакции, скажем так, опосредованное объяснение на наш язык более удобоваримый. На что похожа эта вещь? Похожа вот на что. Жила-была еврейская мама. У нее был сын, маленький, только что родился. И где-то в возрасте года, не про нас будет сказано, сильно заболел, страшно. И она пошла к врачу. Врач сказал, у него проблема с пищеварением. Целый месяц ему ни капли молока. Одна вода есть. Он будет сильно плакать. Но если он дать ему молока, он умрет. Да? И тогда что делать этой маме? Если она перестанет только один месяц? Только один месяц, да? Она не должна его кормить. Но за этот месяц молоко у нее пропадет. Да? Пропадет молоко и с ней кормит. Что она делает? Она идет к арабке. Это было здесь. И говорит. А у нее там соседка родилась двойня. Она говорит, давай я помогу тебе одного кормить. Да? И она берет этого сына арабского. Кажина свыла. Хотите парижского, хотите немецкого, даже язык не поворачивается. Ну, в общем, не важно. Молдавского, хорошо. Берет и кормит, да? Ну, нам более понятно арабского, да? Мустафа зовут даже, допустим. Она кормит его. Скажите, когда она кормит этого Мустафу? Какая его мысль в голове этой мамы? Вы ей скажите, какая-то связь с этим Мустафой? Никакой. У нее одна мысль. Чтобы молоко не пропало. А когда ее срулик выздоровеет, чтобы у нее было что поесть. Все. И потом еще пересказчик говорит нам страшнее, как бы рамбам притчу рассказывает. А допустим, этот мальчик взял и умер. Тогда что делает эта еврейка? Она дает обратно Мустафу, говорит, забирай. Как же так? Что случилось? Да не нужно, все. Нет смысла. Боже упаси, да? Нет смысла, все. Теперь что важно? А если все-таки она все еще кормит этого Мустафу, то значит и строили все еще жив. Понимаете? Если она все еще кормит этому Мустафу, то и строили все еще жив. И когда мы смотрим, господа, сейчас на эра Цесраэль, когда все это строится, и мы не понимаем, кто тут больше получает благ, то ли этот эра в раб, который тут нам сделает страшные вещи, то ли народы вокруг нас поселившиеся, а нам с трудом удается что-либо свое, где сдобиться своего, то мы сразу знаем одну вещь из этой притчи, то, что Рамбам сказал. Это та самая история, когда сам Исролик заболел, ему сейчас нельзя ничего, кроме воды. И потом мать кормит всех подряд вокруг, чтобы осталось у нее молоко, когда Исролик выздоровеет. Поэтому это процветание, которое мы видим сейчас вокруг нас, оно правда процветание? Хотя оно еще снаружи не служит как бы никак святым делам. Это все строится ради себя, ради кабланских ножей. В Рамбе я не знаю, что ради политики. Не знаю, что. Доходя до смешного, что он такой обратил внимание, как дурно построен вот эту дорогу возле моста, как зря положены крипичи. Мостовая. И на работу я бы еще лучше сделал, не имея этого дела. Я бы интересовался просто, бросается в глаза, плохая работа. Мне сказали, просто набираю тарабов, чтобы у них были рабочие места. И спрашиваю, умею это делать, не умею это делать. И лишь бы только не волновались они, они ходили на демонстрации. И все. Поэтому все это, что строится, может быть действительно пока далеко от того, как что нужно. Но мы сквозь все это должны, господа, видеть, что эта мама из Рулика кормит тяжелого ребенка, чтобы когда он выздоровеет, у него было что поесть. Поэтому наш строящийся Юршалай сейчас, конечно, он называется Нижний, даже ниже Нижнего, это далеко еще оттуда. Но мы должны в преддверии нашего 9-го ава рассматривать современный Иерусалим как то, что готовится к тому, что когда придет Рулик, здоровый, ему будет что есть. Когда придет Машеев, все будет готово, и не надо, все будет на месте. Нам остается только привезти его и все. Вот такая притча о том, что такое у нас современный Иерусалим. Ну, давайте вернемся, господа, все-таки вот еще какие вещи. Вот что нам важно. Итак, два города, верхний и нижний. И мы сказали вчера, утром повторили, что когда я подхожу ко Всевышнему, я молюсь перед Ним, эта молитва должна быть тихая, только про себя, и все мои заботы должны быть забыты, и только одно у меня, быть со Всевышним вместе, выполняя Его волю, и тогда будет всему миру хорошо. И с другой стороны, Божьей опаси, когда человек нарушает волю, то в мир приходит катастрофа. Вот что интересно, добавить вчерашнего разговора, из сегодняшнего. Кто разрушил Иерусалим? Науходанецер. Да? Из-за чего? Уже узнаете, из-за чего. Из-за того, кто разрушил второй храм? Тит. Да? Разрушил. Это мы знаем. На римляне, итальянцы до сих пор хранят об этом память, от Набухтанецера ничего не осталось. Да? Ничего не осталось. Как ни осталось, я пех строителей, чуть не сказал это слово, но я бы не ошибся, употребил вместо вавилонской башне слово храм. Чуть не ошибся, но это была опечатка нормальная. Еще раньше не осталось следов от другого стояло, что на месте вавилона, вавилонская башня. То потом было, еще раньше было. Кто первый поднял руку на храм? Первые подняли руку те самые люди, которые после потопа пошли в Дорлинный Шинар и сказали, сделаем себе камни и построим город до небес и заживем славной, сладкой жизнью. И начали строить. Известная история. Вот, господа, где началось разрушение храма. И первого, и второго. Как это разрушение храма? Это же строительство было, правильно? Кто-то видел, кто-то видел, идея, вы правы, кто-то видел проектную смету и чертежи вавилонской башне. Есть картина, картина, как его, ну, знаменитый, младший, старший. Ну, голландский, забыл, выскочил из главы. Берей, береги, брейги. Есть, да, такой художник? У него есть картина строительства в Голландской башне. Фантазия буйная. Он вложил всю свою фантазию, что представить, как можно построить великое... Хотя, как причину выразил тщетное, напрасное старание человечества. Но он возводит какую-то странную спираль, но, видно, он учился у кого-то, знал, что высокое здание должно быть. В общем, какой-то расчет есть. Я спрашиваю, а задается вопрос, ну, до какой высоты может быть построено самое высокое здание? Ну, сегодня в Дубае не хочет. Еще можно выше строить? В Дубае сейчас 700 с чем-то метров. А еще можно выше строить? Можно, да? Можно строить для этого проекта. Наверное, нет таких подробностей. Но она дошла, до неба дошла, это же до неба достало это здание. Пришло облако. Километр сейчас строится. Это уже небо наступило? Километр чем-то. Километр чем-то. Ну, и 3 градуса. Ничего себе. Километр чем-то. Ничего себе. А периметры, какое оно внизу? Нормально. Нормально? Не знаю. Ну, обыкновенный. То есть, вот, смотрите, я вот. Должно, тут называется, что не вышло у меня, цитр тяжести, не вышло за мою площадь. С такими зданиями есть проблемы. Хорошо. То есть, Вилонскую башню можно представить как вот одно из проектов, как вы назвали это? Дубай, да? Нет, не будь шахи. А, проект это? Ну, самое высокое здание. Будь шахи. То есть, если я захочу посмотреть, сравнить, как строили Вилонскую башню, мне надо взять последнее, самое проектное, проект, да, да, и поговорить вот так приблизительно. И может, наверное, на какого-то еще, да? Все-таки до небес. Но, господа, как выглядела Вавилонская башня? Кстати, вроде чем, может, кто не знает, да? А теперь будем знать. Как? Ее строили по проекту храма. А откуда они были все? Хотя, стойте, Зиноват прям... Скажите мне. Присмыкнулся к ним, значит, он... Да, присмыкался к ним. А, до небес. Совершенно верно. Если перед вами стоит задача. У вас во дворе речечка протекает, да? Речечка. И вам надо перейти с одного конца двора в другой. Что вы делаете? Строите мост. Где-то надо заканчивать инженерно-строительный институт по строительству. Стол. Нет. Берете доску, бросаете и переходите. Так ведь? То есть, само подсказывает, да, как это... А? Перебыть? Ну, как ты каждый раз плаваешь, удобно. Пошел за грузцом плыть. Поэтому, господа, был план построен. То есть, другими словами, эти люди взяли и построили храм, точь-точь похожий на наш. И все. И это было первое разрушение храма, который еще не был построен вовсе, который еще не был народа, который этого сделал. Совершенно верно. Совершенно верно. Они построили идентичное совершенно устройство, переходный мостик. Бросили бревно через это. Зато это бревно ихнее. Оно ни к чему их не обязывает. Подожди, откуда они знали храм, если он инженером построен? Еще раз, не надо быть инженером, чтобы знать, как перейти через ручей. Они знали прекрасно, что существует Творец. Они знают прекрасно, что был потоп. Они знают прекрасно, что запрещено то и это. Но они сказали, вот что, наши действия в этом мире, если мы соберемся все скопом и проявим свою настойчивость, мы победим верхние силы на верху, и они нас не будут касаться, а здесь мы захотим что делать, то и будем делать. То есть, если называется это верхний, чистоты, они сделали полное подобие, только наоборот. Почему? Они прекрасно знали, господа, что человек, а теперь вот наша, скажем так, середина нашего разговора, по образу и подобию совершил, сделал Всевышнего человека. слышали это выражение? То есть, они были ближе к пониманию. Они были так же хорошо близки, как вместе с вами. И мы сейчас с вами живем точно так же одинаково близко, все человечество одинаково близко к этому пониманию. Да. Но это они, получается, захотели храм построить? Да, только не наш, а свой. А идентичность состоит в том, что они прекрасно знали, что человек создан по воле, по образу и духу, то есть, человек может сделать что-то, что это влияет на мир. Только вопрос, как влиять на мир, они решили. Они решили так, что мы будем делать только для себя и поэтому оказываться в руках у человека. Нам вот что важно, господа. Они знали великих, сейчас как модно в этих ютубах говорить, у них была великая тайна, потерянная нами. И потом, начиная всякие глупости рассказывать там, почему это то все. Но присоска та же остается. У них была великая тайна, господа. У них была великая тайна, которую тоже знают все теперь. Правда, мы забыли. Тайна простая. Все, что делает человек в этом мире, отражается на высших мирах. Мы влияем на высшие миры. Они знали прекрасно. Я могу сделать так, а ангел за мной повторить. Мои действия либо усиливают ангелов, либо ослабляют их. Мы до сих пор думали, что ангелы сильнее нас. А оказывается, ангелы повторяют за нами наши движения. Человек в этом мире выпил без благословения чай. А в тех мирах, господа, что произошло? Страшно подумать. Я снова приведу пример. Равру Заблюм приводит в этом хороший пример. Он переводит все на наш современный язык. Обидно, это взятый в другое место, где трудно объяснить. А в нашем жизни вот что. Живет себе человек возле железной дороги. Чехов, раз посмотрите, гайка. Чехов, Антон Павлович, и как его зовут, Гайка. Жил, жил мужик, рыболов. Потерял грузило от неба до. А там с дорогу построили железную. И там вот такая гайка огромная. Он поглядел и как раз грузило хорошее. Представляете, да? Гайки видели эти железнодорожные? Вот такая гайка. И он почесал затылок. Говорит, отлично. Пошел и открутил. Но он по дороге размышлял, насколько это будет опасно, насколько это будет воровство. И он спросил инженера, анженера, который строил там. Амператорская дорога, анженера строит ее. Анженера, это было до революции, так разговаривали, Анженера, сколько у тебя таких гаек от Москвы до Петербурга, это дорога была первая, Москва и Петербург. Да? Некрасов по ней ехал. Он говорит, ну, миллионов восемь. Ух ты! Если одну гайку взять, ты не почувствуешь. Правда? Восемь миллионов гаек, может даже больше посчитать, да? 25 метров стык на каждом. Легко посчитать, но не наше дело. Да что будет этой, если я от 8 миллионов возьму одну гайку? Ничего, это его голова такая нормальная, садовая голова. Пошел, открутил и на рыбалку. Сидит он, забрасывает негет, а сзади него бах, трабинах. Целый состав сошел с рельсами. И убитый, и кровью разума, и все. Что случилось? Какое, что за безобразие? Как он пробегает? Что тут было? Прибывает полиция, разбирается, рельсы разошлись. Вот так, чуть-чуть разошлись, гайку вытащили, рельсы разошлись, и поезд сошел с рельсами. Следствие поймали, нашли, вгнут его на суд, так и сяк, такой сякой, что-то натворил. А что? Я всего-навсего гайку взял, что этой гайки не тихие. 8 миллионов гаек, что моя гайка маленькая в этом мире сделает? Господа, вот так точно мы рассуждаем. Ну, сказал человек в своей комнате и сказал браху. Ну, что случится в этом мире? Так он думает. Их миллионы, вон, 8 миллионов евреев каждую секунду говорят браху. А что моя браха? Вы знаете разговор? Это то, что здесь. Тяжело проверить. Совершенно верно. Поэтому мы с вами собрались на эту тему поговорить, чтобы нам это не казалось присказка и сказка. Это да, оно и есть. Храм разрушается вот так. Мы не знаем, как это. Но нам объясняют, знай, твои дела в этом мире влияют. Там такое происходит, чтобы если бы мы видели, что там происходит, мы сами побоялись пальцем шевельнуть от каждого вашего действия. От нас это скрыто по великому милосердию, потому что действительно мы бы были как ангелы. Почему ангелы не грешат? Почему у них нет ЕСРРР? Почему она у них исчезла напрочь за ненадобность? Пытались им привить ЕСРРР? Невозможно. Почему? Ангелы видят весь этот механизм, как это работает. У них перед глазами каждую секунду разворачиваются страшные катастрофы, как вы сказали. И они понимают, что малейшее что-то в этом изменении приводит к страшным катастрофам. Но мы сейчас не хичкоповские фильмы тут снимаем, а говорим об ответственности человека. В этом мире то, что вы делаете, отражается в будущих мирах. Поэтому храм, который строится там наверху, господа, он строится только, что делаю здесь я, выполняя волю Всевышнего. Вопрос у вас был? Да, вот эти всеми свод, которые мудрецы, пророки, самые такие люди придумали именно так, как они сейчас, это потому, что они действительно видели духовные миры? Да, конечно. Иначе бы... Вы затронулись слишком, она очень обширная тема, действительно, обширная, но действительно, да. Это способность видеть. Это способность видеть, к чему приведут. Это называется на другом языке, кто такой мудрец? Мишна говорит, да? Кто он умный? Тот, у кого IQ, какой IQ самый высокий сейчас? Какой самый высокий IQ, я спрашиваю. Я не знаю. Кто-то помнит? Ну, а со всех видно, оно низкое. Ну, ладно. Если мы измеряем это IQ, то это не то. Равно, как и слово дурак, прошу прощения, не измеряется придурковатостью, прошу прощения. И то, и другое, это известные статусы, известные категории, известные критерии, чтобы что-то определить и ими пользоваться. Да? Так что такой дурак, это человек, который не связывает. Он не в состоянии связать свое действие с то, с чем произойдет. Ему говорят, нажми на кнопку, и ты позвонишь родителям. Какая связь между кнопками и родителями? А если просто крикнуть? Смешно, правда? Но это называется глупость. Он не может связать в голове, что да, такое возможно. Не только можно кричать через поля. Нажми на... А какая связь? Помню, вас в детстве учили время определять по часам? По стрелкам. Не помните? Забыли все? А у меня так далеко, я все помню. Мне опять сейчас подходит. Ну, которая сейчас? Опять начинается. Ну, два, допустим. Нет, неправильно. Как ты высчитал? Ну, написано два. А где стрелка? А какая связь? Стрелка и двойка, я спрашиваю. Какая связь? Вот два. А вот стрелка. Какая связь? У него взяло пол лета меня научить. Пока я связал, что стрелки... Маленькая стрелка, большая стрелка. Это называется, когда не связывай человек. Он делает какое-то действие и не знает, к чему это приведет. Это называется глупость. А кто такой умный? Точно только наоборот. Тот, кто знает, что из этого произойдет. Мишу Роя налад. Да? Кто такой мудрец? Он знает, что из этого действия будет. Что будет, если двигать, 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 двигать и двигать. Догадайтесь. А вы все умные сами. Правильно? Придет вниз и нас наругает. Потому что мы испортили полы. Это называется, что достаточно, чтобы быть умным. Куда, к чему мои дела ведут. И нам важно, что наши дела влияют на мир. Расрушение храма это дело рук чьих? Не воходу нетсера? Не. Тита? Не. У них нет сил, господа. После Вавилонской башни, если Вишни отобрало народу в мира, эту возможность влиять на высшие мира. Если так, ребята, каждому по языку, 70 народу, каждому по языку, по алфавиту. Али, американцы, бет, болгары, гиммл, грузины, Гватемала, кто там еще на Ге? Германия. Все. И с тех пор они потеряли эту силу. Они не влияют на мир, господа. Все, что они могут сделать в этом мире, нарушить свой покой, доставить нам неприятности большие, иногда большие неприятности, и максимум навредить своему ангелу. То есть, нация в силу своей глупости может понести большие потери и исчезнуть как таковая. Может. Но влиять на высшие миры уже не могут. Осталось только у нас, господа, у нас это прерогатива. Все, что мы делаем, влияет на высшие миры. У них это забрали. Поэтому на выходного царя ничего не разрушил. И когда он пришел и разрушил храм, сказали ему, и ему идти-то тоже, сказали, размолотую муку ты размолол. Помните, да? Кэмах тахун таханта. Он говорит, ребята, разрушил храм, камни разбросал. А голос неба говорит, дурак. Так назвал, дурак. Кипяш. Размолотый муку размолол. Видите такого глупого, да? Берет муку и снова молит, да? Что ты делаешь? Все же сделано. А что ты сделал? Ты несчастный. Тебя выбрали за твои подвиги глупые на эту роль. И будут тебя плевывать до дня твоей жизни. Это твой выбор. А храм уже был разрушен руками самих евреев. Мы его разрушили, господа. И первый, и второй. Не имел права, сколько б атомных бомб на выхода ненсор и тит нахшмам. Все равно нахшмам. Будут стерты их имена. Сами просили. Они сами просили. Чтобы их не упоминали. Так стертые имена я буду. Пусть они все бомбы бросят. Ни одна не взорвется. А улетит в сторону и где-то упадет там, кто и послали. Покуда мы этого не позволим им. Как мы сказали вчера. Сожгли 17 тому запасову Сафер Тора. Евреи сами позволили это сделать. Народы мира прекрасно знают, что такое Тора. Они боятся на нее пальцем пошевелить. Но как только евреи пренебрегают этим, народы мира за нами следом начинают пренебрегать. Народы мира боятся подходить к Бетакнессе. Знают, уважают это. Но как только евреи перестают уважать Бетакнессе, народы мира сразу же и рассматривают ее как ненужные вещи. Поэтому строительство храма, господа, это вот она какая работа. Строительство храма, 9 ау, который перед нами, это взять на себя великую ответственность. Зная, что я в этом мире делаю, обязательно влияет на будущие миры, на верхние миры. И так влияет, что просто нам не объясняет, чтобы мы не умерли от страха. Всего на всех. Нам только одно теперь, как мы сказали, я моюсь перед Всевышним, чтобы знать его желание. Всевышний, я хочу попить чаю. Как это правильно сделать? Ну, хоть им просто. Кружку покупаешь, проверяешь. Если она еврейская, ничего. Не еврейская, окунаешь в них. Так, все, купили кружку. Греем воду, чтобы ты не был в шаббат. Шаббат так, все. Покупаю чай. Насчет кашрута надо позаботиться. Вдруг все-таки что-то есть там некошерное. Обычно нет, да? Все. Заворим. Не надо никакой большей способности. Все. А теперь говори в бараху. И все. Возможности последней все получится. Если я пью, и станет холодно, я пью, и последним ваху могу сказать. О, вот это да. И еще один хороший блок будущий храм построили. И Боже упаси наоборот. Да? Все, господа. И еще минуты 3-4 вашего внимания. Учитывая предстоящий нам тяжелый труд. Сегодня ночью и завтра. Ярушалаем. Ярушалаем. Мы сказали, два города, да? Наверху, внизу построены. Не может его никто разрушить, кроме нас. И построить, кроме нас, никто не может его. Эти древние пытались строить. Сделали подобие. Обезьянничали. Они стали обезьянами. Они хотели уйти принимать благо, не давая этому миру ничего. То есть построить рупор, по которому будет благо идти, а миру ничего не давать. Все, да? И их разбросало. И теперь они ни на что не виляют. Остались только одни. Мы. И главное теперь, чтобы мы остались. Мы остались и остались навсегда. У народа мира есть своя задача. И они ждут от нас этой задачи. Они это понимают прекрасно. Но все-таки, почему они ждут от нас этого? Так или иначе, они ждут. Как мы знаем, туристы. Со всего мира. И наши лидеры догадались за того, что назвали город, боже упаси, трех религий. И туда-сюда бродят, и эти, и сяки, и сяки, и сяки, и сяки. Тут, в общем, видели, да? Ходят туда, в глазеют. Ну, не спроста. Не спроста. Тянет сюда всех. Тянет. Это что есть, что есть. Но! Единственное, кому этот город принадлежит, это нам. Кто это нам? Тот, кто делает волю Всевышнего. Боже упаси, чтобы это место принадлежало кому-то другому. Это опасно для всего человечества. Страшнее потепление, похолодание, омерзление и окаменение. Но вещь, как говорится, святое место пусто не бывает, да? Есть такое выражение по-русски? Совершенно справедливое выражение. Почему все народы мира идут сюда, идут, и просто скоро все заберутся здесь? Все! Путин, Зеленский, он еврея, да, я слышу? Или не так? Евреи или не евреи? Слышали, евреи? Путин говорит, что он еврей. А он говорит, что Путин говорит, ну, не важно. Байден, все соберутся со всеми своими ракетоносцами со всех сторон и будут смотреть бинокли. Ну, что, допрыгались, они нам скажут. Обнимку стоят. Путин, Зеленский, Байден. Кто им еще у них там? В обнимку говорят, ну что, допрыгались, ребятки? Сейчас мы с вами разберемся. И мы должны спасти их, покуда они глупости наделали. Если мы не успеем, то они так и в обнятиях погибнут. От дружки их обнятия погибнут. Нам надо только одно, господа, объявить. Ребятки, что вы здесь собрались? Что вас привело сюда? А слыхали мы, что тут у вас бублики раздают бесплатно? Да? Халява, да? В Одессе раздавали еврейским детям молоко, халав. Народы мира проходили халал брать бесплатно. Отсюда слово на халяву. Слышите, на халяву дают что-то. На халяву? Это одесский сленг. Бесплатно. Не бывает в мире ничего, господа. Можно, конечно, завоевать город Иерусалим. И зная, что через него распространяется благо. Поэтому все спешат. Но благо, которое распространяется бесплатно, опаснее всего. Чтобы благо получить, надо поработать. Как работает Всевышний? На него работает. И работая на него, это благо будет не опасным, а созидательным. Поэтому это еще опасность другая. Народы мира знают, получают это благо, ничего не делая миру, не давая ничего. Это тоже разрушение. Поэтому только одним мы знаем теперь, что мы влияем, что благо мы приводим. И приводим мы благо тогда, когда мы выполняем волю Всевышнего. Все другое благо, приводящее и входящее в этот мир, оно опасно, страшно, жутко. Ну и только напоследок, что нам остается, господа. Если это наши прерогативы, мы должны делать, то это мы должны делать всегда. А если всегда, то если ваш дедушка вам это сказал, вы сказали своему сыну, а сын своему сыну, вашему внуку и так далее. До самого конца этого временного света, до будущего света большого. Поэтому называется, как это, господа? Наследие. Так ведь? Наследство. Наследие. А как на Ирике наследие? Это... О! Яруша. Ну а теперь слово Ярушаляем, как вы слышите? Яруша. Лайм. Ле-юдмэм. Или двойное наследие. То есть, перед... А? Что значит, буквы ли здесь? Лам. Можно сказать, как ле, для юдмэм. Для тех, которые... Да, двух, которые, да. И так и можно себя. Господа, наверное, до сюда, чтобы... Еще раз. Обычно друг другу предлагают легкого поста. Я думаю, что это неуместное пожелание. Пожелаем, чтобы мы провели хорошую работу. А работа простая. Воля Всевышнего. И это строит храм. На каждом месте, каждое мое правильное слово. Строит и Божьего. И нет. Взгляд брошенный не туда, господа. Взгляд брошенный туда. Слово ляпнутое. Ляпнутое слово. Это гайка, вытащенная из 8 миллионов гаек и поиспадает. Мы должны об этом помнить. Это наша с вами работа. Народы мира от этой работы давно устранены. Так что мы одни остались. Желаю удачи.